Шо вы говорили? Да. Иначе шо? А там сидели и уроды. Уроды? Нет. Да. Нет. Как там? Я ехал без колеса. У меня что-то сидели уроды. МЧА везде через горы напрямик. Вдруг из леса выскочила банда. Грузовик пришлось остановить. Тут немой сказал что-то глухому. А без руки вынул. Лежик на ходу сочиняет. Нет. Это такая была песня. Да? А я думала сочинять. Тут раздались выстрелы слепого. Половину банды полегло. Остальные бросились держать. А без ноги бросился ловить. Вот такая вот петрушка. Старая все петрушка. Ребята, мы сегодня решили побеседовать. Давно мы уже не беседовали. Да? Да. О чем-нибудь. Просто вот о чем-нибудь. Что придет в голову? Перекусик. Попробуй тыковку, Лешик. Ну вот попробуй. Откуси. Вдруг тебе понравится. Нет. Шкурку ты не ешь. А что? Внутри что? Да. О! Но это не лимит. Почему? Не вот так. Это вкусно. Очень вкусно. Не, ну правда скажи. Это похоже на рыбу. У тебя все на рыбу похоже. И чипсы куриные на рыбу похоже. И тыква на рыбу похоже. Вкусно? Вкусно. О! Даже Лешику понравилось. Сладкая вата. Да? Да. Так это же полезно как. Это же тыква. Лешик, она знаешь какая полезная? Вообще. А почему мы об этом детстве не знали? Сейчас вдруг стало. Нам было не до полезностей. Ну, а что начинаем? Зачем начинаем? И родители наши не заморачивались. Да. Полезно. Ну, я не знал таких. Раньше такого и не было. Да. Что кто так знался за чем-то полезным, за какими-то гиетами. А помню, я заболел. Ну, а раньше пища была здоровая? Я заболел с температурой. Батя мне нагрел столько водки. Ну, и столько меда. Я выпил, пропотел, и я здоров. Все. А сколько тебе лет было? Маленький еще. Ну, может лет один. Может здесь, не помню. Маленький. Ну, все, я пропотел, все, я здоров. Никаких. Никаких акпиринок, хиринок. Вот лекарства. Натур прожил. Да. Лешик пьет кофе, а я пью цикорий со сливками сегодня. Побалуюсь. 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 Расскажи что-нибудь, Лешик. Да, расскажи, расскажи, братя. Что-нибудь. Вот спрашивают в комментариях, где ты работал, кем ты работал. Ой, ты не спрашиваешь. Ой. Ой. Ну, последнее время вот. Последнее. По юридическим МВД. Так вот. У Лешика была корочка. Красненькая. Да. Да. Лешик, бывало, ею пользовался. Когда-то, в поезде когда-то, мы ехали ко мне домой в Токмак. А у меня что-то была просроченная миграционная карта. Тогда у меня еще не было гражданства. Вот. И у меня эти, на таможне, ш-ш-ш, иди сюда. Ага. Вот. Алешик пошел. Корочку показал, договорился. И все. И тишина. Вот так. Раньше я с ней метро проходил, потом запретили. Да? Да, у метро встали уже праздник. А раньше это бесплатно ездили. Ну, кем ты работал-то, скажи? Электромонтером. По квартирам я работал. По квартирам. В смысле, как по квартирам ты работал? А то люди подумают, что ты в форточки лазил. Как же у нас менты называют? А, домушники. Домушник. Лешик-домушник. Да, да. У нас менты так называют. О, я знаю, напишу на заставке вот так. Лешик, бывший домушник. Ага. О, просмотров будет. Ага. Я так тогда на сайте знакомства. Одна написала. Одна написала. Да? Да, нас называют домушники. Лешик зависал на сайте знакомств. А, конечно. Долго-долго. Сколько лет? А, я не помню. Как компьютер появился? Как дочке я купил компьютер. Ну, приблизительно сколько? Я не помню. Два года. Один год. Какой два? Не. Не? А сколько? Я и когда купил, она один в классе покончила и купила. Ну, когда? Лет 15 назад? Ну, больше-то, чем больше. А, ну да, Света уже. Ну, а что, не больше? Больше. Светы сколько? 32? Ну. Ну. Или даже уже больше. В каком году она у тебя родилась? В 88-м. Вот, в 88-м. Это в 28-м будет уже ей 40. Через 5 лет. 35 ей уже. Ё-моё! Вот это да. Вот это вот, да. Вот дети растут. Ну да, я знаю, она Лёвочка в 30 родила. Ну, да. Ну, сейчас. 5 ей уже. 5, какой 6? 5. Будет 5. Ну, пускай будет. Пускай будет. Пускай будет и 6, и 7. Ой. Конечно, будет. Так сколько ты сидел? Много. Ну, сколько я? 35, 15. Ну, да. Лет 10, наверное, да? Ну, как он 11 класс покончил? Сколько лет было? Ну, я не знаю. Не хочу сказать. 8 плюс 11, 19. 35, и 19. 16. Да. 17. Так сколько ты там сидел? Ну, короче, там сидел. Ну, лет 7, да? 8. А, ну да, да, да. До 11-го года здесь. Да. До 11-го года. Мы с Лешиком познакомились, и Лешик забросил. Все. Своих девчат там. А так у него были там, он общался, он уже знал там, потому что там свои завсегдатые как с той стороны, так и с этой стороны. Да. Вот. Это мне Лешик уже рассказывал. Свои подружки там были, они время от времени встречались, да? Да. Да. Это у дочки, у дочки встречались. В компьютер. В смысле, у дочки? Ну, она же сидела тоже, они же ей встречались, молодой. Кто все? Я про тебя говорю. А, я не встречался ни с кем. Ну, ты сидел на сайте знакомств, ты общался с этими... При чем здесь дочка? Ну, общался. Ну, ты с девчатами общался. Ну, и что, не встречался? Не скрою, встречался. Ну. Я думал, с бандами встречаются, с дочкой бандами встречаются. А при чем здесь дочка? А. А тебе разговор. Ну, я скрытный человек. Ха-ха-ха. Ай. Можно подумать, ты у нас ангел. А я что, я ничего не имею против Лешик? У меня с этим все в порядке. Я к этому нормально отношусь. У тебя своя жизнь была до этого. У меня своя жизнь была до этого. А что? Да. А каких проблем? Никаких. Да. Так что... Тут я просто хочу что сказать. Что вот у Лешика это был круг общения свой. Он общался, переписывался там, перезванивался. Да? На свидания ходил. В кафешки водил, да? Нет. Нет? Не водил? Нет. Ты только меня водил? Да. Ай. Серьезно. Никого. Ха-ха-ха. Не считал нужного. Не считал нужного. А меня прям захотелось повезти. Да. Да. Как приятно. Да. Тебя захотелось. Не считал нужным этим. Пойдемте кофейку попьем. Верьте, кухарь. Время оттягивает. Да. Да. Да, но кем ты работал? Кем я работал? По квартирам я работал. По сигнализации. Лешик был техником по сигнализации. Да? Да. Вот. По квартирной сигнализации. Да. Ну что еще сказать? А у кого ты бывал? Ох, всех у разных. Не, ну у знаменитостей бывал же. У Падриченков был. А я это был как-то. Ну к этой я не ходил. Ну это как-то. Лолита? Да. Я не ходил к ней. Не ходил? Нет. Почему? А, там другой. Участвуй был. Не твой район? Участвуй. Район-то мой. Но в подвале, я думаю, я был. Там такое. Представляете, Лешик был в подвале дома Лолиты. Да. А мы целовались еще. В подвале, где жил Чикаго с тобой. А. Ну да. Да, было такое. Был я в его квартире. С мамой его. То не с мамой, а с дочкой. Она жила. Лешик, ты так говоришь. А тут недавно писали ее оборудование. Дочь? Да. Чикалова? Да. Ну тут и Падриченкову тоже, когда еще работал, тоже отнесли. Обворовали. Вот и куда ваша сигнализация смотрела. Ага. М? Ну что ты хочешь, если вот около Балмовской дом, там охранящих подъезды там страшные, в подъезде там страшные, ну не зайдешь. Как умудрились залезть, снять сейф в квартире, затем банить его в подъезде и уйти. Да там охрана, ой-ой-ой. Да, вот так вот. Как? Значит, мастера. Мастера. Ой, это вы. Как их фамилия сегодня говорила? Клара? Нет. Клара нет. Вечно приходила, денег нет, платить нет. Клара Новикова. Такая же. И это, как? Забываю фамилию. Послушка. Не знаю. Ну, мать Макарова. А, Любовь Полищук. Да, да. Господи, ты боже мой. Это вечно, с тортиком к нам приходила. Жалко ее. Жалко. Такая была женщина, прям приятная. Муж остался. Вот такая собака интересная, я такую жизнь не видел. У нее? Да. Такая здоровая, серая, я не знаю, что за пород вообще. Николай, я не знаю. У Хенштейна был. Не знаю, что такое. Нет. Это кто такой? Политика. Да, я от политики вообще далека, как мама дорогая. Ну, в Хабинске, ну, там, у всех не упомяешь. У Хабинского не было, он рядом с этим жил квартиру. Я, допустим, с Поличенко, с друзьям. Но я, ну, не знаю, что. Вот так вот. Вообще интересная работа была, да? Тебе нравилось? Да. Ну, не всегда опускали, ты знаешь, даже с ксивой. Куда? Квартиру. Вот я выхожу. А как же ты делал сигнализацию? Вот я из одной квартиры выхожу, звоню в другую. Он говорит, не открою. Я говорю этому. Иди, скажи, что это. Проверка. Не открою. А, просто как, это, профилактика? Да, не открою. Вот только когда он на меня в отделе пришел, увидел меня в отделе, тогда стал меня опускать за 500 рублей дам. Вот так. Да, за пропущенные вызовы. Вот такой вот. Интересный мужчина. А так вот мне. Я удостоверение показываю, что нет. Да, удостоверение, что это удостоверение, его можно нарисовать. Какие удостоверения? Я поставила конфеты, никто не ест. Я все свои конфеты вкусные съел. Ага. Остались с орешками. Я бы съела уже давно, Лешик. А что ты берегишь? Меня же? Угу. Не берегишь? Нет. Ты же не ешь такие. Нет. Ну. Ну, я не хочу просто много есть. Я вот съем 2-3 конфетки иногда. Вот так вот. И все. Что ты пришла? Я ничего не дам тебе. Иди. Иди домой. Иди домой. Все. Смотри. Жалко. На конфеты такие вкусные. Я освою внимание обратился, Паша. Угу. Нет ничего. Все. Маш домой. Опять обросло. Смотри, как быстро. Уже не дам. Смотри. Уже надо стричь. За рану. Холодно еще. Ну, еще холодно, да. Может, как-то не растет. Но клещей я уже смотрю. Ну, правильно. О, но хорошо. Кстати, на лиске вот за лето ни одного клеща не было. За все лето. А на лиске мы вот штук 10 сняли. Да, за все лето. Тьфу-тьфу-тьфу. Я у одного был. Вот мы что-то разговаривали. Собака у него крутая была. Клеща подцепила, и все. Ой, не говори. Не выжила. Ну, вон Дарсик у этих, у Светы с Юрой. Собачка. У наших Николаевских. Собачка. Да. Тоже от клеща. Вот. Так что это. А что, а ее штучь нельзя? Можно, но... Она такая смешная будет. Угу. Она такая тела, такая, главное. Нашу пасть. Что-то. Ой, что-то я уже и наелась, Лешек. Ну, еще рано до обеда. Еще часа полтора, да? Да. Наверное. Да. А у меня там супчик варится. Такой, как мама тебе варила. Да. Да? Ой, любила я этот супчик в детстве. И мама по-быстрому. Одну мисочку. Одну мисочку. Вот такую, как раньше было. Мисочки. Сварить по-быстрому. Там одна картошина, одна морковочка и вода. Все. И вкусно. Да, я на обед приходил, быстро. Ну, никаких проблем. Я думала, в детстве. А на обед ты откуда приходил? Из школы. А, из школы? Да. Ага. Ну, мне так нравилось, никаких проблем. А то наварить всякую, пополоним выливаешь. Чего у всякого? Ну, у чего-то такого, сварим. Батя у меня любитель. Всякого ватого. И с салом там, и с луком там. Всякое. И вот я сижу. Эти картошки. Ну, батя был деревенский мужчина. Мужик деревенский. Вот я сижу, эту картошку луковую повысили. Там лук, сало. Ну, не любил. Ой, Лешик. Нет, в армии ел. Мне важно и по барабану было. Что жареное сало, что лишь бы забить, утробить. В армии, да, многому учит. Мне сын тоже писал. Мама, я теперь хлеб люблю. Могу его есть просто так. Вот так. А мы же сидим за столом. Десять человек и сержант. Ой. А у нас же фуражки в учебке были. Фуражка тут в полу. А он же пасет, собака. Сидишь так, раз, так кусочек хлеба. Поталкиваешь, раз, фуражка упала. Раз, так его в карман. А потом за аппаратуру найдешь. Коля, подбегай, дай чуть-чуть. Голодные были, да? Голодные были. Нагрузки большие. Организм растет. Сало ел, все, вареное сало. Что вы говорите. А вот еще я так смотреть не могу. Рассказывай, мне надо вон туда сейчас подойти. Заблинуть на супчик. Заблинуть. Слишком близко с толстой. Это ты похудела, наверное. Да ладно. Похудела я, я не поправила, девушек. Ну что ты сразу прям начинаешь? Ну а что ты похудела? Ты знаешь, что для женщины это самый больной вопрос. Вот кто вот у вас... А по похудению. Кто вас вот этому научил? А я что толстая? Я не толстая, я нормальная. Вот помнишь фильм «Свадьба в Мариновке»? Я не считаю, что я толстая. Там какие были? Женский батальон. Они не знали, что такое похудение. Они не знали, что такое диета. Ничего не знали. Вот они, женский батальон. С вилами и граблями, да? Да, да. А одной задницей телегу перевернили вместе с бандитами. И не знали, что такое похудение, что такое мода. Не было такого, ничего. Раньше с ним не заморачивались. Раньше были другие ценности. Все другое было. Конечно. А сейчас какая-то вот такая выскочит, звездочка, и начинает. У меня такая-то диета. Я ем это, да хоть что-то ешь. А кто-то верит, начинает так же кушать, как и она. И в итоге что получается? Слушай, организм-то у всех разный. Тебе помогло, а тебе не поможет. Ну подожди, ну надо же сказать, ладно, все там. Ладно, все. Лешик уже бегом подниматься. И Катя говорит, ну ты хоть попрощайся, скажи там, что ладно. Да, мы еще вечером увидимся. Вечером еще увидимся? Да. Да. А может не увидимся? А может и увидимся. А может и не увидимся. Когда-нибудь, может быть. Если захочешь. Да, если захочешь. Ну ладно. Спина вот затекла. А спина за компьютером не болит, когда сидишь ты? Нет, тут что-то вот. Да подложи еще одну подушку. Ну, поздно. Она уж заболела. Спина болит. Ладно, девчонки, мальчишки, пошел я. Ну, перекур. Да ты ж только курил. Как да? Ну вот, перед этим. Нет, не ходил. Не ходил? Нет. Не курил? Нет. Что вы говорите? Сейчас, перед кофе курить. После кофе надо курить. А, да? Да, кайф. Какой-никакой кайф. Кайф. Кайфуешь? А, я кайфую. Как там песня была? Кайфую. Я с тобой кайфую. Сегодня я опять-то кайфую. Или не канфую? Канфую. Канфую или не канфую? Канфую. Ты кушаю. Сегодня я тебя кушаю. Угу. Ой, ой. Так, ну ладно. Ладно, ребята. Такая вот у нас немножко болталка получилась. Ну, потому что на улице снимать пока нечего. Да и погода такая холодно. Вот. Холодно, голодно. Я супчик хочу. Супчик хочешь? Ай-яй-яй. Ай, хочу я супчику. Сейчас сварится. Ну, что прощаться. Я могу заглянуть в другой момент. Ты как? Как? Вот так. Вот так? Могу вот так сверху. Ой, блин, классно было. Я всегда угадаю сюда. Вон оттуда сойди и заглянь. Я подпрыгну и прыгаю, да? Ага. И стойко в голове. Ой, Лешик. Фантазер. А? Фантазер ты мой. На. Че делать? А че делать? Без фантазии никуда. О, спинка. Так что ж ты будешь делать? Поясница, поясница. Не спинка, а поясница. Поясница? Да. Вон массажер. Вон есть массажер. Есть коврик этот вот. А я делаю коврик. Как? Турмалиновый, да? Не снимаю. Турмалиновый. Есть коврик ляпко с иголками. Бармалиновый. Коврик бармалиновый. Где ты там? Или бур малиновый. А то стоишь за кадром, тебя не видно. Бур малиновый. Бур малиновый. Бур. Малиновый бур? Малиновый бур. Сочетка говорит, у меня малиновый бур. Да? Да. Ну, я ничего не поняла. Ну, не пойму. Какой малиновый бур? Я сам ничего не понял. Ну, и ладно. Игра в сло. Ну, и ладно. Жень, свитер одевать что ли? Да ладно тебе на пять минут выйти. На шесть. Свитер одевать. На шесть. Что, Лиз, не писал. Ох. И Лизка бегает туда-сюда. Иди с папой, иди давай. Давай. Я тоже курить не учу. Ага. Как Лешек выходит, так и Лизка бежит. Так, ну ладно. Все тогда. Убираем. Кофепитие закончилось. Все. Все, ребята. Пока-пока. До завтра. Завтра встретимся опять. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. 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 Продолжение следует...